Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Девушки отдыхают. Время, когда число учеников сильно возрастало, грекоязычные евреи пожаловались на местных евреев за то, что их вдовами пренебрегали и пропускали их при ежедневном распределении помощи. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели. В первом стихе сказано, когда число учеников сильно возрастало, что происходило? Церковь росла. Церковь процветала. Количество спасаемых возрастало. И прямо посреди возрастания что происходит? Начинают возникать раздоры. И смотрите, грекоязычные евреи против местных евреев. Этнический вопрос. Нам нужно сделать все, чтобы эти различия не стали отвлечением по местной церкви. В нашем собрании так много различных культур и рас. И я просто обожаю это. Потому что таково тело Христа. Для нас это не вопрос различий. Для нас это преимущество. И мы не отвлекаемся на то, на что отвлекается этот мир. Вы знаете, расовые вопросы становятся отвлечением для тела Христа. Мы одно в нем. Во Христе нет ни иудея, ни елена, ни мужского пола, ни женского. Все эти человеческие различия перестают быть важными. И мы не можем считать их важными, потому что это повлияет на нашу эффективность в духовном мире, в духовных вещах. И там начались ссоры, обиды. Они что, так не останавливает рост, как ссоры? Поэтому нам нужно позаботиться о том, чтобы эти различия не стали предметом ссор, чтобы мы не отвлеклись на неважное и к нам не проникли ссоры. Второй стих. «Двенадцать апостолов созвали множество учеников и сказали, «Не пристало, нехорошо, неверно нам отказаться от проповеди Слова Божьего или пренебречь им, чтобы заняться обслуживанием столов и руководить раздачей еды». Этот стих говорит, чтобы мы не пренебрегали проповедью Слова. А четвертый стих говорит, «Мы должны посвятить себя молитве и служению Слова». Обратите внимание, они сказали, «Это реальная потребность в церкви, и нам нужно, чтобы кто-то занялся раздачей еды и позаботился о том, чтобы со всеми обращались почтительно и уважительно». Но мы не можем позволить этой реальной потребности увести нас от того, чем мы должны заниматься. Итак, когда они столкнулись с этой реальной потребностью, им пришлось принять категорическое решение. Им пришлось выбрать не отвлекаться от своего призвания, от своего служения и от того, что Бог ожидал и требовал от них. И что они сделали? Они назначили других людей в церкви, чтобы позаботиться об этой нужде, чтобы они могли посвятить себя молитве и служению Слова. Это не дает право лидеру, пастору или служителю перекладывать всю работу на других просто потому, что он хочет быть свободен для своих хобби или интересов. Нет, они хотели быть свободны для молитвы и служения Слова, а не для того, чтобы чрезмерно увлечься чем-то земным. Итак, апостолы посвящали себя молитве и служению Слова. Они не посвящали себя хобби. Они не посвящали себя развлечениям. Они развивали свою духовную жизнь. Итак, служителям нужно позаботиться о том, чтобы не отвлекаться на неважные занятия и даже на оправданные дела, даже в церкви, даже в служении и в организации работы служения. Когда служители отвлекаются, это становится очевидно. Это проявляется в недостатке откровения и недостатке помазания. Вы знаете, что ермо распадается от помазания. И если недостает помазания, люди не получают нужную им помощь. Если помазание не присутствует, если нет помазания в той степени, чтобы помочь людям. Служители обязательно должны защищать поток помазания и откровения. Как важно, чтобы у нас было откровение. Именно откровение дает людям выйти на свободу от всего, чем дьявол пытается их атаковать. Вы знаете, когда Папа Хеггин был при смерти, он умирал от неизлечимой болезни сердца, и у него была болезнь крови, врачи поставили на нем крест. Но к нему начало приходить откровение слова. И именно когда он начал действовать по откровению слова и стал исполнителем этого откровения, он был поднят со своего смертного одра. Когда мы служим, так важно, чтобы откровение текло к людям, потому что это поднимет их из того положения, из которого им нужно выйти. Ничего не изменится, пока к человеку не придет свет или откровение. И Папа Хеггин сказал, невозможно верить в то, о чем вы не знаете. То есть, если у вас нет откровения о чем-то, вы не можете об этом верить. Вам нужно об этом знать. Вам нужно быть наученными, наставленными в этом. Иначе вы не будете способны принять то, что вам принадлежит. Служители должны не просто приносить какое-то ободрение. Да, людей нужно ободрять, но им нужно откровение. Ободрение не принесет победу над дьяволом. Нужен свет слова. Необходимо откровение о том, что говорит слово. Нужны знания о том, что говорит слово, а не просто мотивационная речь. Поэтому нам нужно позаботиться о том, чтобы откровение слова текло. Если мы слишком отвлечены даже необходимыми делами, реальными нуждами служения, нам нужно остановиться, проанализировать свою жизнь и сказать, «Минуточку, мне нужно объективно оценить некоторые вещи и привести их в порядок». Заметьте, отвлечения чреваты. Они могут нам дорого обойтись. И они могут дорого обойтись членам церкви. Когда у нас нет должного порядка, это может нам очень дорого стоить. Смит Вигглсворд сказал, «Иногда люди слишком поздно пытаются заполучить веру». Что он имел в виду? Вера всегда работает. Слово всегда работает. Исцеление всегда работает. Но бывает, люди не в том положении, чтобы даже принять слово, которое исцеляет. Папа Хеггин рассказывал о том времени, когда от него отказались врачи, и он юношей лежал на смертном одре с неизлечимой болезнью сердца, неизлечимой болезнью крови. Он рассказывал, «Мое заболевание развивалось медленно». Он лежал в постели 16 месяцев. И практически все это время Бог больше и больше вводил его в свет, в слово. И он сказал, «Если бы у меня было быстротечное заболевание, я бы умер. Поскольку мое заболевание развивалось медленно, у меня было время наполниться словом». Именно об этом и говорил Смит Вигглсворд. Иногда люди слишком поздно пытаются заполучить веру. Что это значит? Нет, слову не требуется много времени, чтобы подействовать. Но может потребоваться много времени, чтобы преодолеть неправильное мышление. Папе Хеггену понадобилось 16 месяцев, чтобы преодолеть определенное неправильное деноминационное мышление в отношении исцеления, прежде чем он смог поверить Богу об исцелении и принять его. Итак, ни Слово медлит, и не Бог медлит, и не Сила Божья медлит. Просто часто нужно время на преодоление неправильного мышления. Вот почему. Если время не на стороне человека, то может оказаться уже слишком поздно. Как сказал Смит Вигглсворд, «Если мы отвлекаемся, не готовимся, не наполняемся словом, это может нам дорого обойтись. Это может нам стоить чего-то, чего можно было бы избежать, если бы мы не отвлекались». Вот что Демас Шакарян сказал о Кэтрин Кульман. «Общение Кэтрин Кульман с Богом позволяло другим легко получить свое чудо». То есть, благодаря тому, что она была настолько умелой в своем общении с Богом, люди, у которых не было такого же уровня навыков, все же могли быть благословлены и получить ответ, из-за ее умения общаться с Богом. Вот это цель. Вот что нам нужно. Нам нужно стать настолько умелыми в слове, в духе, чтобы помочь тем, кто, возможно, не знает всего, чему мы научены. Мой муж говорил, «Жизни других людей зависят от моего слышания Бога». Задумайтесь. Иногда то, получит ли кто-то свой ответ, зависит от нас, лидеров, от нас, служителей, от того, насколько мы умеем распознать голос Божий, распознать водительство Духа. Итак, он сказал, «Жизни других людей зависят от моего слышания Бога, поэтому нам нужно защищать то время, которое мы используем, чтобы познавать Бога, учиться слышать Его голос и не отвлекаться на то, что не важно». Мы многое теряем, если у нас нет этих навыков, и мы нечувствительны к водительству Духа, нечувствительны к помазанию, не распознаем разные потоки помазания на служении. Бывало, я пропускала водительство Духа просто из-за того, что недостаточно времени проводила в Духе. И вот что произошло много лет назад. В детстве я дружила с одной родственницей, мы были так близки, мы очень часто встречались, замечательно проводили время вместе, а потом мы долгое время не виделись. И вот мне было, наверное, уже под сорок, и я точно помню, где я была. Я должна была пойти в офис. Я собиралась, укладывала волосы, и когда я стояла перед зеркалом, ко мне пришло ее имя. И когда ее имя всплыло, я просто погрузилась в воспоминания. Я не распознала это как подсказку от Святого Духа. Поэтому я просто погрузилась в воспоминания. И я подумала, «Интересно, чем она сегодня занимается?» «О, я помню». И я начала воспроизводить и прокручивать разные мгновения. И я не помолилась. Когда ее имя всплыло, мне следовало помолиться. Но я не распознала в этом водительство Духа. Я подумала, что это просто я вспомнила ее имя. Позвольте мне здесь сделать небольшое отступление о следовании за Святым Духом, о слушании Святого Духа, когда Он говорит. Знаете, временами, когда идет видеозапись, кто-то поднимает карточку подсказки. Осталось пять минут или одна минута. И ее просто поднимают мельком. Вот так. Например, с какой-то информацией для меня. Ее поднимают и опускают. И от меня ожидают, что я замечу ее. Ее не держат постоянно, потому что не хотят меня отвлечь от того, что я делаю, что я записываю. Поэтому иногда ее очень быстро поднимают. Похожим образом действует Дух Святой. Он просто мельком что-то показывает. Просто имя вспыхивает, приходит к вам и уходит. И если вы невнимательны, вы подумаете, «О, это просто мой ум!» вспомнил об этом имени. Но если мы проводим время со Святым Духом, время в Духе, время с Богом, когда приходят такие вспышки от Него, мы распознаем, что это от Него. Но в той ситуации я не распознала этого. Поэтому я просто заново переживала воспоминания прошлого. Я не молилась. Мне следовало остановиться и просто помолиться об этом. И где-то неделю спустя мне позвонила мама и сказала, «Нэнси, помнишь вот эту родственницу?» И она назвала ее имя. И я сказала, «Конечно». И когда она это спросила, я поняла, «О-о, ясно было, что я сейчас услышу что-то, чего не хочу слышать». И меня осенило, «О, да, ее имя приходило ко мне. Это не просто я предавалась сладким воспоминаниям. Это Дух Святой напомнил мне о ней». И мама сказала, «Ей за сорок, но у нее маленькие дети. Она их поздно родила. И сегодня утром они вошли в ее спальню и нашли ее мертвой. И я просто, ай-яй-яй, я пропустила это. Я пропустила это. Вы скажете, «Но, пастор Нэнси, что же делать, когда что-то пропустил?» Ну, я знаю, что нельзя нести на себе этот груз, потому что дьявол воспользуется этим, чтобы разбить вас. Он этим воспользуется, чтобы обвинить вас или загнать вас в осуждение. Все, что вы можете сделать, это сказать, «Отец, я каюсь, я пропустил этого». Все, что вы можете сделать, это покаяться и жить дальше. Но это значит, стараться не допустить этого снова. Сделайте что-то, чтобы стать умелыми. Проводите больше времени в Духе. Проводите больше времени, знакомясь с тем, как Дух Святой движется, как Он ведет, как Он говорит к нам, чтобы не пропускать этих подсказок, потому что они настолько важны. Я разговаривала с одной моей подругой, драгоценной служительницей. Это было много лет назад. Она мне рассказала похожую историю, произошедшую с ней. Однажды утром она была дома, и у нее были планы пойти в офис их служения около полудня. И она рассказывала, что пока она собиралась, на нее сошло очень сильное бремя молитвы. И она это распознала. И начала молиться. Она недолго успела помолиться, как кто-то из офиса служения позвонил ей о том, что возникла какая-то срочная ситуация. «Пожалуйста, приезжайте, нам нужно с этим разобраться». И она вышла, оставив молитву. Приехала в офис и разобралась с этой так называемой срочной ситуацией. И потом она совсем забыла о молитвенном бремени, ведь это так легко сделать. Итак, она съездила в офис, провела там день, разбираясь с возникшей ситуацией. А позже, ближе к вечеру, ей позвонил сын и сказал, «Мама, мы с женой сегодня ехали на машине и попали в аварию. И она погибла в аварии. И она была беременна. То есть, он потерял и жену, и ребенка. Моя подруга потеряла свою невестку в тот день. И она рассказывала, «Дух Святой пытался меня предупредить, но я отошла от этого бремени, чтобы позаботиться о возникшей срочной ситуации. Позвольте вам сказать, у дьявола есть стратегии, и он будет атаковать вашу молитвенную жизнь, используя любые обыденные вещи, чтобы отвлечь вас, когда Бог полагает вам что-то на сердце. Как у нее на сердце было это молитвенное бремя. И, несомненно, дьявол приложил свою руку к созданию той суматохи в другой сфере, чтобы отвлечь ее внимание. Я вам скажу, отвлечения не всегда тонкие, из-под тишка. Иногда они очень грубые и прямо требуют немедленного внимания. Нам нужно научиться распознавать это, потому что часто такие отвлечения это стратегия врага, а не просто повседневные отвлечения. Они посланы дьяволом, чтобы прервать вашу эффективность в молитвенном поручении от Бога. Поэтому вам нужно уметь это распознавать. Помню еще один случай, когда я допустила промах. Я выросла в городе Алтус, штат Оклахома. Там я провела чудесное детство и школьные годы. Школа не была моим любимым местом. Не потому, что мне не нравилось учиться. Видимо, я была настолько замкнутой, что социальная сторона школы меня не прельщала. Училась я хорошо, но был один предмет, который мне давался с трудом. Он единственный за мои годы учебы, был для меня очень-очень сложным. Учитель, преподававший этот предмет, начал учебный год словами. 70% учеников проваливают этот предмет. То есть, он дал нам понять, ваш шанс на успех ничтожно мал. И я попала в эти 70%. Мне нелегко было его понять, мне было трудно на его уроках, и, по сути, я использовала их для дневного сна. Когда я осознала, мне этого не понять, эти уроки превратились в мой тихий час. И вот однажды, лет, наверное, 25 назад, я уже взрослый человек, я у себя дома, и мне на память приходит имя этого учителя. И я опять-таки допустила ошибку. Я стала заново проживать, прокручивать тот школьный год с тем учителем, и с той проблемой, и с тем предметом. Все, что я сделала, это заново пережила все эти трудности, а потом просто прекратила об этом думать. Где-то неделю спустя мне позвонила мама и сказала, «Нэнси, ты помнишь своего школьного учителя?» И она назвала его имя. И я, «О-оу, это звучит знакомо. Да, да». И она рассказала мне об огромной трагедии, которая с ним произошла, и он умер. Видите, если бы я подчинилась этому водительству, я уверена, что все можно было бы изменить. Почему? Потому что Дух Святой пытался найти кого-то, кто уделил бы время сотрудничеству, взаимодействию с Богом в том, чтобы принести перемены. Я пропустила это. Опять-таки, что же делать? Все, что вы можете сделать, это покаяться. Но главное — не продолжать постоянно допускать промахи. Нам нужно постоянно проводить время в молитве, постоянно развиваться, постоянно расти, чтобы приносить плод в молитве. Я так благодарна за те разы, когда я не пропустила водительство. Я так благодарна за те разы, когда Бог использовал меня, позволил мне участвовать в чем-то. Помню один случай. Однажды вечером я лежала в кровати, просто готовилась ко сну. лежала и молилась в духе перед сном. И пока я молилась в духе, прямо передо мной появилось мини-видение. И я увидела аварию. И там был один пастор, но тогда я этого не знала. Я лишь позже узнала, что это был знакомый мне пастор. В тот момент я не видела, кто это. Я не могла разглядеть, и Бог мне не открыл, кто там. Вы знаете, в Библии сказано, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. Я так благодарна, что увидев это видение, я не увидела, кто это, потому что я знала этого человека, и это могло бы встревожить мою душу, если бы я знала, кто это. Но Бог сумел вовлечь меня без того, чтобы моя душа была встревожена тем, во что он меня вовлек. Итак, я увидела аварию. Я увидела, как одна машина ехала, а другая врезалась в нее сбоку со стороны водителя. И я знала, у меня просто было понимание, что это означало неминуемую смерть. И опять-таки, просто то, что я это увидела, не было победой, мне нужно было с этим разобраться. Когда мы уделяем время тому, чтобы что-то видеть, Бог показывает нам что-то, чтобы мы с этим разобрались. Если мы просто говорим, «Я это увидел», это не победа. Ничего не изменится, если вы просто скажете, что вы это увидели. Бог показывает нам что-то, чтобы мы использовали свою власть, потому что у нас есть власть на земле, чтобы разбираться с проблемами. Иисус сказал, «Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью». Также Слово говорит нам, что «все, что мы свяжем, будет связано на небе. Все, что мы разрешим, будет разрешено на небе. Значит, небеса нас поддержат». Но это место Писания нам показывает, если мы не будем связывать, определенные вещи не будут связаны. Если мы не высвободим определенные вещи, они не будут высвобождены. Обстоятельства ждут, чтобы мы высвободили свою власть. Когда я увидела то видение аварии, именно так я и поступила. Я начала использовать свою власть. И я сказала дьяволу, «Бери свои руки от этой ситуации». И я сказала смертью, «Бери свои руки от этой ситуации». И я призываю ангелов небесных окружить эту машину, окружить этого человека, защитить и сохранить, и сберечь его жизнь во имя Иисуса. После того, как я сделала это, используя свою власть, я еще немного помолилась на иных языках. Я молилась на иных языках, потому что я хотела посмотреть, не нужно ли мне сделать что-то еще. Не пропустила ли я что-то. Не нужно ли мне разобраться с чем-то еще. Не нужно ли мне что-то сделать по-другому или в дополнение к тому, что я уже сделала. И после молитвы в Духе меня отпустило. Такое чувство высвобождения пришло, приказав этой ситуацией со властью и помолившись в Духе, я больше не ощутила, что нужно сделать что-то еще. И это было все, что я сделала в тот вечер относительно этого видения. Примерно через три недели я возвратилась домой после одной поездки. Мой муж проснулся, я вернулась около полуночи, и он проснулся, и сказал, «Нэнси, тебе звонили о том, что один пастор попал в аварию, и тебя просили перезвонить». Я позвонила, и выяснилось, что этот пастор ехал домой из церкви. И на пути домой из церкви пьяный шофер сбоку врезался в его машину. Удар был прямо со стороны водителя. Врезавшаяся машина впечаталась в машину пастора, полностью искорежив ее. И когда приехала бригада экстренной помощи, им пришлось гидравлическими ножницами разрезать эту машину. У них ушел целый час, чтобы вырезать машину и добраться до пастора. Они уже разложили возле машины мешок для трупа, сказав, что никто не мог выжить в такой аварии. Поэтому они достали мешок для трупа и разложили его рядом с машиной. Через час они наконец сумели разрезать и убрать машину со стороны пастора и достать его, а у него были лишь небольшие повреждения. Они были в полном шоке, потому что человек никак не мог выжить в такой аварии. Видите, наша молитвенная жизнь может повлиять на столькой ситуации. Наша вера, наша власть может повлиять. И я думаю, что мы на самом деле еще даже не начали узнавать, как далеко простирается наша власть. Мы не можем изменить все и для всех, но многое мы можем изменить. И Бог ищет тех, кто чувствителен, умел и восприимчив для сотрудничества с Ним в том, чтобы принести перемены и спасение кому-то. Кто-то может подумать, ну, ты получила это видение об аварии, потому что ты служитель, или потому что ты пастор. Нет, не потому я его получила. Я его получила, потому что я уделяла время, чтобы молиться в духе, и уделяя время молитве в духе, я заняла такое положение, чтобы видеть в духе, и Бог смог показать мне это. И тогда Бог смог произвести спасение через меня для этого пастора, и я так благодарна ему за это. Бог позволяет нам участвовать в таких восхитительных вещах. Поэтому я призываю вас, уделяйте время, проводите время, посвящайте время, избавьтесь от отвлечений, посмотрите, что нужно изменить. Чтобы вы могли посвятить время духовному развитию, я хочу помолиться с вами. Отец, мы так благодарны за Твое Слово. Мы живем в чудесное время, отрезвляющее время, и мы выбираем занять свое место и быть исполнителями Твоего Слова. И часть Твоего плана, чтобы мы были умелыми в молитве. Отец, мы выбираем быть умелыми в молитве, и мы знаем, что это произойдет, когда мы уделим время молитве, будем проводить время в духе, и мы так благодарны за Святого Духа, Великого Учителя, Который ведет нас и помогает нам в этом божественном деле. Мы благодарим и славим Тебя, и все сказали Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт DufresneMinistries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейна.